Буду разыгрывать и сумку Прада, кстати, и еще у меня очень крутой будет подарок, открою вам только по секрету, нас не так тут много, я буду разыгрывать часы Ролекс. Такого не дарил, не делал ни один блогер. Я вам хочу вот что сказать, я сегодня и вообще все эти дни очень сильно отслеживаю, как люди принимают участие, меня это очень расстраивает. Я понимаю, что многие потеряли доверие к другим каким-то конкурсам, но это лично мой именной, где лично я провожу, и я стараюсь отслеживать, чтобы не было каких-то приколов. Например, когда вот я разыгрываю что-то по кнопочке, вот в сторис, по кнопке, вот вы зайдете, сейчас посмотрите, там браслетик Армес мы разыгрываем. Я обязательно проверяю каждого, подписаны они на моих друзей, на которых подписана я, или нет. Это единственное условие. Почему я прошу на них подписаться? Ну хотя бы подпишитесь там на время конкурса, я не знаю. Почему? Потому что эти люди вложили много денег, чтобы эти деньги мы разыграли. Мы разыгрываем 50 тысяч гривен для вас. Это во-первых. Во-вторых, мы собрали очень крутые подарки. У нас есть спонсор, которая собрала подарки, очень дорогие. Правда. Да, там сумка будет копия Диора. Это не оригинал уж, простите. У меня пока нет возможности выделить такой бюджет, 2000 евро, на сумку в оригинале. Пока что, да. Может быть, в будущем я когда-то сделаю для вас такой подарок. Но там копия один в один очень классная. Извините, она стоит не меньше 5000 гривен. И если посчитать те подарки, которые мы будем среди вас разыгрывать, они очень дорогие. То есть это не дешевые какие-то дешманские по 500 гривен боксы, понимаете, которые другие блогеры там разыграют. Я реально собрала очень крутые дорогие подарки, плюс денежные призы, чтобы вы могли выиграть как и деньги, так и хорошие дорогие подарки. И я отслеживаю, если вы заметили, я не стесняюсь и в сториз выставляю тех, кто не выполнил условия. И говорю о том, что я не буду вручать приз, потому что я могла пройти мимо и не снимать, и не показывать, и выбрать просто победителя, и на этом закончить. Но я вам честно показала, как некоторые люди не принимают честно участие, не подписываются, просто нажали на кнопку и думают, это прокатит. Нет, я хочу, чтобы это было действительно честно, и чтобы вы не разочаровывались в следующий раз, что есть конкурсы неправдоподобные. Нет, мои всегда честные. Я топлю за свое только потому, что я действительно переживаю, и Rolex, нет, это будет очень хорошая, очень дорогая копия и очень хорошая, правда. Единственное, что Rolex у меня даже нету оригинала, поэтому это очень был бы крутой, конечно, дорогой подарок. И условия, наверное, были бы совсем пожёстче и другие, но в данном случае, простите, пожалуйста, но я вам правда дарю избранные. Я сама их выбирала, эти подарки. Мы их отбирали, я к этому полгода готовилась. Я вообще должна была это сделать на свой день рождения, но по техническим причинам мы не запустились. Поэтому я сделала именно в этот период, перед Днём Независимости, чтобы вы могли получить свои подарки, чтобы вы могли порадоваться, чтобы вы чувствовали какой-то праздник, и просто действительно что-то доброе для вас сделать. У меня сообщение голосовое пришло. Ни фига себе, я не думаю, что девушка может себе позволить себе сумку даже на копию за 5 тысяч ещё и выживаются. Выживаются, не знаю, что это за слово. Поверьте, у многих нет возможности такой приобрести просто даже для себя. Для некоторых это вообще сумка, стоимость его зарплаты, например, или ползарплаты, я не знаю. И не у каждого есть возможность. Поэтому я пытаюсь вам дать эту возможность, чтобы вы круто могли принять участие и действительно получить очень крутые и ценные призы. Лен, когда мы вас увидим в каком-то новом шоу? Сегодня премьера на прекрасном телеканале Украина. Спевает все проекты. Где зберутся сто зіроки. Мы будем все разом обрати найкращих, найспівучих, найталановитіших людей Украины. И вот вы побачите меня сегодня в премьере на телеканале Украины о 9 вечера. Не пропустите, будь ласка. Я вас очень прошу. Я надеюсь, что вам очень понравится. А еще я готую деякий сюрприз для вас, но про это я расскажу немного позже. Я еще не могу все рассказать вам, но поверьте, за кадром я очень много в жизни працюю и мои родители про это очень хорошо знают. Наверное тут в Риксельс мне говорят, Леночка, будь ласка, залиш телефон, расслабьтесь. Мы для вас хотим сделать подарок, обгортывание, або как мне подарили эндосферу, чтобы я расслабилась. Я не могу, я постоянно в телефонах працюю. Это вы думаете, что я ничего не делаю, но я, поверьте,